Всем привет! Устройство, которое позволяет нам решать насущность задачи, а зачастую справляться с профессиональными, это ноутбук. Да, есть смартфоны, они, конечно, крутые, и планшеты тоже могут быть неплохими альтернативными историями, но все-таки вот это, именно ноутбук и ультрабук, это основополагающая история, которая должна поселиться в кармане, не знаю, как бизнесмена, веб-дизайнера, программиста, маркетолога, ну или на самом деле, фактически, человека любой другой профессии. При этом мы какие требования к ноутбуку предъявляем? Тонкость, удобство, легкий вес и, конечно же, максимальная производительность. Huawei MateBook X Pro, это, по сути, вот такая, знаете, должна была стоять золотая середина. Вы насмотрели аж почти 100 тысяч раз на планшетный компьютер под Windows от компании Huawei, ну и я не могу вам не рассказать про вот такой вот ноутбук, который по факту должен быть весьма интересной альтернативой абсолютно всему, включая Apple с кем-макбуком. Давайте разбираться вместе, насколько у компании Huawei получилось создать реального конкурента к макбуку. Прежде чем мы продолжим про вот этот ноутбук, я вам хочу рассказать про вещь, которая, на самом деле, мне очень близка. Я этих ребят знаю крайне близко и я могу гарантировать вам, на самом деле, что у них действительно все очень круто и все хорошо. Это онлайн-университет Skillbox. И наверняка вы про него слышали. Skillbox делают ребята из индустрии, которые знают о том, как создавать методы обучения профессиям будущего. Это реально очень круто. Тут вам и программирование, и веб-дизайн, и интернет-маркетологи. При этом, зачастую, как происходит, нас отправляют учиться в ВУЗ на 5 лет. Родители выбирают нам, какую профессию мы должны осваивать. Если вы сейчас уже видите, что вас ждет в будущем, что вы хотите освоить на перспективе, то как раз с ребятами из Skillbox можно идти в ногу со временем, получая образование онлайн и изучая то, что вам хочется, и то, что будет реально востребовано завтра. В феврале с 18 по 28 число в онлайн-университете Skillbox проходит онлайн-марафон, где будут обучать трем профессиям будущего. Здесь у нас веб-дизайн, интернет-маркетолог и программирование. Две недели с ведущими специалистами каждой области. При этом получается так, что вы получаете образование совершенно бесплатно, необходима лишь регистрация. Ссылочка будет в описании. И уже сегодня осваиваете профессии будущего. Поэтому стоит зарегистрироваться прямо сейчас. Ссылочка в описании. Профессии будущего не ждут, ваши знания не ждут. Стоит, как говорится, взять все в свои руки, зарабатывать много, уметь много, делать качественно, и в итоге получить действительно и профессию будущего, и возможности будущего, ну и, конечно же, потенциал стать не только востребованным специалистом, но и получить действительно хорошие, правильные моменты по конечному результату. Ссылка будет в описании, а мы едем дальше. Начать я хочу с того, что с этим ноутбуком я живу уже месяца полтора. Это фактически один из моих основных компьютеров. Понятно, что тяжелый монтаж 4К данному ноутбуку, скорее ультрабуку, ну, будет не по силу. Ну, простенький, конечно, можно сделать, без проблем. Фотошопчик пойдет без проблем. Какие-то определенные несложные задачи можно выполнять. Например, изучать то же самое программирование, либо веб-дизайн можно на этом ноутбуке легко и непринужденно. Ну, либо программировать, дизайнить. И дисплей здесь с 3000, то есть это здесь 3К-дисплей, здесь прям, ну, более чем хорошо смотрится. Есть у нас и вот так вот сенсорное управление здесь, да? Так вот, то есть давайте я вот так покажу, так не очень понятно и заметно. Вот оно у нас сенсорное управление. Зачем оно здесь нужно, мне непонятно. То есть, ну, время от времени, наверное, можно, да, воспользоваться дисплеем, но при этом всем, кому я показывал, они говорят, о, слушай, а он что, да, трансформит? Нет! Вот в том-то и дело, что нет! Поэтому вот эта возможность трансформации, она смотрится как минимум странно. Очень крутая клавиатура, безумно приятно печатать, в этом плане никаких претензий. Лучший тачпэд среди, наверное, Windows, ноутбуков, что я видел 100%. Да, ему далеко до MacBook'а с его вот это Magic Trackpad, или как это называется, Force Touch, когда у вас именно прожимается в любом месте одинаково, и лишь вибрация показывает, что вы нажали. Здесь у нас левый клик, правый клик, все как полагается, но при этом трекпад очень большой, очень отзывчивый, и по ощущениям это прям очень близко к MacBook'у. Уж простите, что с ним сравниваю, но у меня с ним и опыта много, и, ну, наверное, с профессиональной точки зрения, эта штука стоит 100 тысяч рублей, стоит его сравнивать именно с MacBook'ом. Как реализовали веб-камеру? А вот так. Нажали вот сюда, по серединочке на клавиатуру, и получили веб-камеру. Вообще, по-хорошему это надо вот так. Не, не надо, знаете, как видно картинку? Вот так, то есть ты видишь все снизу, подбородок, все, а лицо не видно. Я так до сих пор не понимаю вот идею вот с этими веб-камерами внизу, что бы его разместили бы вот здесь, что бы его разместили бы вот здесь. Как идея, прикольно, пользоваться нереально. С точки зрения производительности, смотрите, здесь у нас достаточно неплохое железо, конфигурацию вы видите на экране, да, и пятый здесь, будем говорить, такой, ну, не самый прям супермощный, плюс здесь действительно очень тонкий корпус, то есть не удалось бы разместить здесь ничего вменяемого, прям супермега в плане ограничений по охлаждению. Но этот ноутбук не греется, этот ноутбук фактически не тормозит, и с точки зрения именно профессионального решения, это очень стабильная, надежная машинка, которая будет вам служить верой и правдой. Да, наверное, есть какие-то определенные интересные особенности, которые в итоге ты узнаешь только по прошествии там месяца. Вот у меня время от времени с домашней сетью глючит Wi-Fi, но я подозреваю, это мои проблемы, мои там какие-то сложности. Во всем остальном, придраться к нему я не могу, ну, никак. Наверное, к чему еще могу придраться, это к звуку, он громкий, но не басистый, звук у того же макбука лучше, на самом деле у многих ноутбуков лучше. Здесь звук средненький, но поддерживается Dolby Atmos, который делает звук еще тише, и смысл применять технологию теряется окончательно и бесповоротно. Но с точки зрения крутоты дисплея, это безумная IPS-ка, безумная. Нафиг не нужно здесь у нас сенсорное управление, но вот по цветопередаче, по углам обзора, даже вам вот так покажу, да, вот вы поймете, на дизине очень крутые углы обзора, рамочки безумно тонкие, вот это все, ну реально прям вот, он сам очень легкий, он там весит чуть больше килограмма. У него есть полноценный USB на одной стороне, и два USB-C на другой. Один из USB-C, любой, ну, собственно, либо один, либо другой, может выступать в качестве зарядки. Блок питания очень маленький, легенький, вообще огонь. 3,5 миллиметра для наушников здесь тоже есть. Вот его с собой таскать, вот такую вот маленькую, тонкую бузьку, вот такую, да, ну прям идеально, очень крутые петли. Тест на MacBook, знаете, да, вот эту вот историю, которая так любит все проводить. Легко. Давайте я даже вот так вам покажу, смотрите. Лучше вот так вот на столе. Одна рука, вы видите, у меня вот тут, одна открывает. Никаких проблем. Ножки. Ножки здесь никто не стал изобретать велосипед, это, по сути, MacBook'овское решение. Вот такие вот кругленькие, выпуклые ножки, очень хорошо, кстати, защищают по столу, то есть он и вроде может двигаться немного, но при этом никуда не соскользнет, и очень даже хорошо. По сути, вот какие-то претензии, которые у меня могли бы, наверное, быть к производительности, они нивелируются. Да, этот ноутбук явно не для монтажа, да, он стоит 100 тысяч рублей, да, если бы он стоил 70 тысяч рублей, это был бы просто адский мастхэв, но здесь достаточно мощная конфигурация, и здесь полноценная видеокарта, за счет чего вы можете все-таки пользоваться простеньким монтажом, это про решение, и здесь нужно было это сделать. Да, здесь нельзя воткнуть флешку, но бог с ней, на самом деле, это не так принципиально, даже с учетом про решения. На нем можно безумно круто редактировать фотографии, пользоваться фотошопом, Lightroom, и ничего тормозить не будет. Да, на нем можно программировать, можно что-то там рисовать, дизайнить, без вопросов, 100%. Да, очень странная идея с вот этим вот сенсорным вводом, который, с одной стороны, прикольный, а с другой стороны, если бы убрали, наверное, можно было бы чуть-чуть снизить ценник. Я не уверен, если по-другому, ну, напишите мне в комментариях, поправьте меня, но, наверное, я вот от сенсорного ввода мог бы отказаться, мне это абсолютно не принципиально. Дисплей – безумная тема, то есть для дизайнеров, для, ну, отчасти таких простеньких видеомейкерских историй, с которыми справится, а-ля там, ну, фактически там любое решение, да, тут тоже можно и будет очень круто. Но, знаете как, я бы этот ноутбук спозиционировал следующим образом. Если вам нужно про решение для того, чтобы на нем программировать, не знаю, заниматься саундмейкерством, заниматься, возможно, какими-то историями в плане фотографии, Lightroom, Photoshop, дизайнить, опять-таки, в Photoshop, рисовать веб-дизайном и заниматься, и вот это все, однозначно, это решение будет для вас просто очень и очень крутым. Он легкий, он живет от батарейки, честно, там, часов в 10, и на самом деле, по первости, сильно удивляюсь, что это вообще возможно. У него очень яркий дисплей, который не выцветает на солнышке, там, можно работать в кафе без проблем, какие бы то ни было. Он легкий, он не занимает места в сумке, он не занимает места в рюкзаке, он, наверное, самый минимальный по габаритам, насколько это возможно, с учетом 13-дюймового дисплея, по факту, здесь мы получаем. Здесь есть сканер обчетка пальцев, он, наверное, на винде странен, то есть, на нем там нельзя расплачиваться, как в случае с макбуком, именно не в магазинах, а при онлайн покупках, если вы не знали, это можно делать на макбуках, то здесь не нужно вводить пароль. Вы нажали на кнопку включения, если ваш палец при этом распознается, соответственно, никаких проблем не будет. Это портативное, универсальное, удобное решение. Полноценная клавиатура, действительно, с удобной печатью. Давайте посмотрим на тест в плане игрушек, наверное, и я буду как-то резюмировать, потому что, по факту, рассказать про этот ноутбук можно очень долго, но смысла особо никакого нет. Это хорошее про-решение за достаточно приличные деньги. Fortnite здесь у нас бегает на минималочках вполне себе сносненько. Да, несмотря на то, что здесь есть инвидинская графика, по сути, толку от нее не шибко-то и много, потому что, ну, это не какие-нибудь даже 1050. И воткнуть в столь тонкий корпус 1050, ну, не получилось бы при всем моем желании, хотя, конечно, мне хотелось бы получить именно такое решение на выходе за достаточно приличные деньги, но нет. За что мы платим здесь? Здесь мы платим за крутой дисплей, за очень удобную клавиатуру и тачпэд, за безумно тонкий корпус, за достаточно легкий вес и неплохую производительность. Про-решение? Да, про, потому что, по сути, оно удовлетворяет большинству каких-то профессиональных историй. Я не говорю сейчас про набор текста, тут каждая вторая машинка справится. Дисплей будет достаточно для дизайнеров, для веб-дизайнеров, для фотографов. А при этом фотографы очень сильно оценят мобильность, и я уверен, с учетом вот всей производительности, для них это будет очень крутое решение. минимальный монтаж в плане видеомейкерства, да, возможно, без сомнений. Отдохнуть, чуть-чуть поиграть во что-то, тоже возможно, но тут скорее вы будете играть на самом деле на мобилке. И самое важное, что здесь вы должны знать, эта штука реально живет там 9-10 часов от батарейки, у него какое-то безумное долгожительство, безумная история в плане времени автономной работы, и это реально решает. И вот это делает из этого ноутбука крутое про решение. Очень хотелось бы увидеть небольшой проискат и чуть более лояльный ценник, чтобы это устройство стало прям массовым. Если такое случится, я даже его себе куплю, и мне будет прям хорошо. Не забывайте про скиллбокс, обязательно кликайте по ссылке в описании, регистрируйтесь, участвуйте в онлайн-курсе на ту тему, которая нравится вам. Ну, реально, профессии будущего, это та тема, которую и проэкламируют не стыдно, и вам хочется сделать так, чтобы вот прям профессию вы освоили и стали действительно востребованным специалистом. Ссылка в описании. Ну, а на этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал внизу и соответствующая красная кнопочка. Шарим данное видео себе в социальных сетях, пишем в комментариях ваше мнение по поводу данного ноутбука. Возможно, уже есть владельцы и могут поделиться своими гейминтоощущениями. Ну, и шарим данное видео себе в социальных сетях, если оно вдруг вам понравилось. Ну, а во всем остальном, несколько дополнительных роликов здесь. Все как всегда. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока.